РАДИО Добрый день, уважаемые слушатели Программа «Встретились, поговорили» Сегодня приведу и я, Олег Пеком Мы с Александром Шуниным вчера с утра начали разговор Ну вот с нашей гостью утренней, с Ксенией Соловьевой Руководителем проектов «Мам. Кафе и Контакты» Это сертифицированный ведущий образовательных групп поддержки родителей О том, как правильно выстроить линию поведения с детьми Что можно, что нельзя, какие здесь есть подводные камни И было очень много звонков всевозможных К нам приходили смс-ки с вопросами И мы решили продолжить эту тему Поскольку действительно в утреннем эфире Мы успели как-то захватить верхушку айсберга А это может быть такой большой часовой Достаточно обстоятельный разговор Тем более, что он касается, ну я думаю, что очень многих людей У которых есть дети, растут дети В конце концов, растут внуки И вот этот контакт взрослого и ребенка Очень и очень важен Ну вот и как для детей, так и для их родителей Телефоны в нашей студии не изменились 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Напомню, что можно также писать нам в ватсапе 2-3-0-6-1-9-1 Пишите, задавайте вопросы, спорьте Не знаю, высказывайте свою точку зрения Приводите жизненные ситуации Спрашивайте, как надо было правильно поступить Ксения Соловьева в нашей студии Здравствуйте, добрый день Здравствуйте, здравствуйте Вот, может быть, сразу начнем с вопроса Который у нас был, значит, задан Сейчас, вот я, наверное, его сейчас не найду Но я по памяти воспроизведу Там слушатель рассказывал историю Которую ему рассказал, значит, в свою очередь Уже пожилой человек И он признался, ну вот по поводу того Что можно ли бить детей Там вот мы говорили о том, какие могут быть наказания для ребенка И там этот взрослый уже пожилой человек Рассказал историю своей жизни Что он, будучи еще подростком Он занимался, ну, воровством В общем, обворовывал рыбаков Они там шалили, лазили, что-то таскали И вот он говорит, что рыбаки, в конце концов, их поймали И его, значит, лупанули ремнем И что, в принципе, вот он говорит Ну вот, и он говорит, что я сейчас вот по прошествии времени Могу сказать, что, наверное, может быть, это и было правильно Потому что я после этого зарекся Ну вот уже испугался, решил больше не заниматься теми делами Кто знает, какая бы там кривая дорожка дальше могла привести Вот сегодня там что-то по мелочи стащить Завтра, может быть, по-крупному И, ну, могло закончиться все вот в его жизни печально Вот он, слушатель спрашивает Вот правильно или нет поступили Вот насколько, возможно, здесь были нарушены, не знаю, права ребенка Или это пошло ему на пользу А кто знает, как бы вывела бы его дорожка Если бы рыбаки взяли его с собой Дали бы ему трал, сети И если бы он испытал на себе, на своих руках Вот этот вот самый труд Когда вылавливают эту рыбу И что вообще происходит Да, то есть, ну, по моему глубоко субъективному личному мнению Бить недопустимо никого Ни детей, ни взрослых, ни животных Я считаю, что никто не заслуживает насилия А это физическое насилие И, кстати, если мы говорим о физическом, например, или эмоциональном насилии Да, то физическое насилие зачастую Ну, понятно, что его проще доказать Оно оставляет следы И оно проходит Ну, опять же, по моим наблюдениям И наблюдениям специалистов, исследованиям Оно проходит более Ну, как если можно сравнить хрен с редькой Да Менее травматично, так скажем Чем эмоциональное насилие Да, потому что один раз отлупив В сердцах, да, вот мужики собрались Там эту рыбу у них раскидали, пацаны Да, или там кукурузу с поля сорвали, выбросили Да, это вот просто в сердцах, в аффекте Защитив свой труд Другое дело, как мы говорим Вот вчера с Александром был пример Приведён нашумевший Когда папа одной девочки Которую обижали в школе Пришёл в школу и взял ремень И отлупил обидчицу Да, то есть абсолютно не коррелирующие друг с другом примеры Но в принципе мы не можем предполагать Что правильно, что неправильно Есть другие варианты И я, честно говоря, за другие варианты За варианты решения конфликта И не физическим путём 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Добрый день Здравствуйте, пожалуйста Ваш вопрос, замечание Алло, здравствуйте Здравствуйте Я слышу ваши разговоры по поводу этого вопроса Я согласен Вы где-то говорите Это бить и ещё чего-то Эмоциональное Это довольно неправильная идея И прочё другое А знаете такая ситуация Когда врач берёт больного пациента И довольно видит у него криминальная история Ему надо сделать чего-то и там больное Или операцию ещё какую-то И вот он в тот момент сделает боль ему Чтобы он выздоровел Чтобы он был здоровым человеком А ни нашему обществу, ни Богу Нужны больные люди Это мы прекрасно понимаем И в том состоянии И в том состоянии Так что извините меня Но когда тебя наказали в детстве А это если уже не перебор На сто процентов То это где-то правильный вопрос решён Где-то человек может быть понятие Что он взял Положил пальцы на плитку Горячую обжёгся В следующий раз он будет знать Что он уже на эту плитку Никогда не положит пальцы Ну это же надо думать Надо думать и размышлять Ребёнок, между прочим Где-то с какого-то момента Начинает тоже размышлять Где-то ему даётся всё это понятие Вот, и здесь нет никакой дискриминации В этом вопросе Здесь есть метод заказания Да, подождите Хорошо, то есть вы не согласны Считаете, что наказание необходимо? Я считаю, что наказание необходимо Но, наверное, где-то надо знать меру Если мы переполним вам ванну Через перебор и залезем туда Хорошо, да А наказание, в принципе Ведь вы употребляете слово наказание Наказание же может быть не просто Ну не физически Можно наказать Сказать, что сегодня Скажем, вот мы хотели пойти в кино Или что-то из-за того, что Не пойдём в кино Да, я с вами согласен Да, я с вами согласен Где-то если есть наказание Этого вопроса Стоит этот вопрос То он, наверное, должен восприниматься правильно Ну вот Не согласны, я понимаю Слушатели Поколения, которых лупили Они считают, что лупить допустимо Ну, у меня очень часто приходят В группы родителей Которых били И они мне говорят Ну нас били И мы же нормальные выросли Да При этом Люди, которые говорят это Они ходят к психотерапевтам Они решают какие-то проблемы Свои с детьми И при этом они считают Что это нормальная норма Слушатель только что привёл Очень интересный пример Да, врач Предлагая пациенту Какое-то оперативное вмешательство Сопряжённое с болевыми ощущениями Он имеет дело в основном Со взрослыми людьми И это добровольное согласие Да, даже пациент подписывает Согласие перед операцией Или отказ от операции Наказывая ребёнка Мы у него не спрашиваем Согласие на наказание Или отказ от наказания И я Ну если мы уже плывём В тему преступления и наказания Да, хотя мы немножечко Другому планировали поговорить Но величайший психолог Хаим Генот Который вообще первый сказал Что ребёнок это не маленький взрослый Он вывел очень интересную формулу Что наказание Мы говорим как раз О физическом в основном О наказании Или наказание Которое Непоследовательно Да, например Родитель не обещал эти санкции Например, там, я не знаю Петя отлупил Васю И Васю лишили ужина Ну, грубо говоря Да, ой, Петю Вот Так вот Хаим Генот Он очень интересную формулу вывел Наказание В состояние утраты контроля Вот как раз Насчёт гаранта безопасности Может быть мы вернёмся действительно К этим аспектам Потому что Ну вот Из нашего Вчерашнего разговора Можно понять Что родители делают две ошибки О которых я скажу чуть попозже Ладно, примем звонок Слушатель, это святое Здравствуйте Добрый день Вы знаете Я всё время По этому поводу Вспоминаю Фильм такой Есть Жмурки Вот помните Там как Главный герой Там Михалков Говорит Пороть вас надо А этот Забыл как этот артист Говорит Да Вас говорят Пороли Да Говорит Меня Пороли Ну и что Говорит Ну с тех пор Говорит Этого отца Меня убить хочется Вот Вот Исходя из этого Конечно Не следует Пороть Дети воспринимают Это Очень болезненно И потом Нашу жизнь Остаётся Травма И вот как он сказал Даже Убить хочется Этого отца Который Так что Затем Его Порол Пользуясь Своей физической силой А ребёнок Так что Затем Слабый Не может Ничего сделать И психологическая Травма Остаётся На всю жизнь Конечно Надо искать Другие методы Так сказать Но А когда Чужие люди Не Родители Издеваются Так что Затем С детьми И применяют Свою физическую силу Воспитывают В детях Агрессию Я Лично И по произведениям Искусства И по своему Личному Опыту Знаю Что если Кто-нибудь Например На меня Применял В детстве Насилия Я на всю жизнь Запомнил И никогда Это не прощу Большое спасибо Спасибо Я Невероятно Благодарна За этот звонок Потому что Судя по Голосу Это явно Представитель Старшего поколения Подавляющее Большинство Из которого Убеждено Что детей Нужно Пороть И поэтому У меня Сначала Я так думаю Сейчас это будет Стандартный ответ И я сейчас Просто преисполнена Благодарности Потому что Это действительно Так Как только Родитель Применяет Физическую силу Ребенок Либо он Смиряется И уходит В состояние Жертвы Либо он Начинает Испытывать Тоже злость Но поскольку На родителя Он ее не может Выместить Он Выше И сильнее То я вчера Приводила статистику Александру Наш центр Дардед Заделал исследование Оно правда Старое уже Дети Которым Применяется Физическое Наказание Дома Они более Чем в 70% Бьют Сверстников То есть Они понимают Что только Таким способом Решаются Вопросы Увы Ну вот Возвращаясь К теме Что это Ну мы не только Сегодня хотели Говорить Можно ли Бить ребенка Или нет Более сложная Может быть Более такая Общая тема Как вообще Выстраивать Отношения С детьми В случае Когда Ну вот Дети В Обществе Находятся И Вот Судя по Вчерашнему Нашему разговору Мне казалось Что Есть две крайности Когда родители Сами Ну вот Тритируют Детей Очень Постоянно Наша Слушательница Даже одна Позвонила И сказала Что ее просто Выводят из себя Вот Мамочки Которые Ну Ребенка Дергают Постоянно Одергивают Шлепают На него Кричат И Ну чувствуется Что бедный Вот этот Малыш Просто затравлен И вторая Крайность Когда Вот Вы говорили Гарант Безопасности Должен быть Родитель Когда Родитель Абсолютно Не защищает Ребенка И На этого Ребенка Могут Например Ну не знаю В общественном Транспорте Вдруг Там Накричать Или там Что нибудь С ним происходит А родитель Как будто бы Ну вот Теряется И Не вступается За него Вот Вот Об этой Вот может быть Ситуации В каких Случаах Нужно Защищать Своего Ребенка В ста процентах Случаев В ста процентах Случаев Даже если Наш ребенок Не прав Я объясню Почему Ну как бы Защищать Своего ребенка И попустительствовать Его поступком Это разные истории Если например На моего ребенка Ну я правда Мама уже Достаточно Взрослых детей 14-15 с половиной Мальчишки у меня Но Если на моего ребенка Со стороны Кто-то Делает Замечание Даже справедливое Но в неприемлемой Для меня форме И для него Например Обращаясь к нему Эй ты Там Или там Обзывая его Да Я обращаясь К тому взрослому Который делает замечание Я попрошу его Сформулировать иначе Свою фразу Потому что Я искренне считаю Что Ребенок С первых часов Своего рождения Он достойен уважения Что есть уважение Ну это опять же Мое личное Субъективное мнение Да И мое мнение Может не совпадать С мнением редакции Ведущего И так далее Вот Но что есть уважение Это когда я Тебе Или вам Демонстрирую То что я Согласна С вашим правом Быть другим Быть иным Иметь другое мнение Иметь другой цвет кожи Иметь другие убеждения Они могут быть Вообще не моими Но Они могут быть вашими Я могу рассказать О своем мнении Но я не буду Вам навязывать Свое мнение Точно так же Как вы Рассказав Я подумаю Принять его На свою Как бы В свою копилочку Или не принять Возможно Это станет для меня Еще одной гранью Моего критического Мышления Да Возможно Не станет И вот Когда Например Ну Находясь в общественном месте Да Я имею дело С детьми Вот буквально Случай Который произошел Чуть меньше часа назад Да Я сажаю детей обедать Уважаемые люди Им 8 лет И я принимаю решение Их посадить Не за 3 стола А за 2 стола И говорю Девочки Подвиньтесь пожалуйста Да Я к вам посажу Еще двоих участниц Одна девочка Мне говорит Вы меня не спросили Хочу ли я Чтобы вы за стол Посадили еще двоих Я говорю Я понимаю Что тебе обидно Что тебя не спросили Но я приняла сейчас Такое решение Потому что здесь Я главная Очень жаль Что я не спросила тебя Да Но мы сейчас действуем быстро Извини Да То есть Ну как бы Я ей могла сказать Кто ты такая Да Что ты там на меня Открываешь рот Да Я понимаю ее позицию И точно так же Когда мы делаем замечания Мы можем это простроить Со стороны Ну это называется Ассортивность Умение Сохранять позицию Взрослого Даже в состоянии Когда на тебя направлено Какое-то хамство Или агрессия И вот тогда Ты становишься Тем самым Демонстратором Желаемого поведения Ты своим поведением Транслируешь Что так тоже можно Можно не только орать Можно не только хамить А можно сказать там Это не обязательно Розовые сопли Да Это не обязательно Быть вежливым В этот момент Да Можно быть достаточно Жестким Ну вот я как раз И хотел сказать Что перефразирую Известный анекдот Надо ли все время Говорить Мальчик не надо Лить мне за шиворот Расплавленное олово Ну в общем Как бы Если вдруг Ну например Ребенок хулиганит Ну у него Вот просто Моделирую ситуацию Водяной пистолет И может быть Человек там В приличном костюме Едет на работу А мальчишка там Вот ну Стреляет в него Из-за пистолета Ему просто Ну как бы портят Одежду Что делать в этой ситуации Давайте пример из жизни Вот просто пример из жизни Я очень люблю Меня этому научила Моя потрясающая Приятельница Лея Веденский Я рассказываю Живую историю Вот я иду по Йомас Это было несколько лет назад Иду разговариваю С друзьями Вдруг Ну откуда-то Выскакивает молодой человек Лет пяти Наставляет на меня Пистолет И говорит Пах Я не планировала Играть в эту игру Это нарушение Моих границ Я очень не люблю Когда в меня стреляют Я вот так вот беру Задуло пистолета Присаживаюсь к нему Глядя ему в глаза И смотрю Говорю Мы с тобой договаривались Что ты в меня стреляешь Он говорит Нет Я говорю Мы с тобой договаривались Что я с тобой играю Он говорит Нет Я говорю В следующий раз Когда ты захочешь В меня выстрелить Сначала спроси Хочу ли я с тобой поиграть Все Вопрос был решен Да В этот момент Родители шли сзади Я как бы Ну Я абсолютно спокойно Без Ну Я могла бы сказать там Все что угодно И топнуть ножкой Да Я умею Я инвентивная лексика Владею в совершенстве Вот Но нет И вот это позиция взрослого Напоминаю Что в нашей студии Ксения Соловьева Руководитель проектов Мамкафе и Контакт Сертифицированная ведущая Образовательных групп Поддержки родителей И вот как раз таки Родители сейчас Могут звонить нам По телефону 67212-93-9 67213-93-9 Или писать на номер Ватсапа 2306191 Здравствуйте Добрый день Добрый день А как считают гости Почему в обществе Существует дедовщина Как бы с нижнего До верху Вот от самых маленьких До самых старых И это во всех странах И причем еще Вот межэтническая Тоже Вот Мы более там Древний Более умный Технически подкованный И потом на нижней ступени Подождите Ну а что вы называете Дедовщиной В чем она проявляется Потому что Ну как бы Усобо поделиться Ну когда одни Одни обижают других Забирают Оскорбляют Ну Ну Все мы родом Из детства Да И Если в семье Родители считают Возможным Обижать Забирать Пороть Оскорблять Лупить Отбирать Говорить Да ты кто такой То ребенок Принимает Эту манеру Поведения И он считает Что Именно так Можно Именно так Можно Это вот как раз Опять Говоря об уважении Мы очень часто Требуем уважения От детей К себе К старшим Да Например Те же истории Вот Про транспорт Очень часто Да Эй ты Ты сидишь Не уступаешь Мне места Надо меня уважать Ну как я могу уважать Человека Который ко мне Обращается Эй ты Да Если Я ни разу не видела Чтобы К человеку К которому Подходит Ну все бывает Да И задумался И задремал И отвлекся И в телефон Да И не видит человека Ну так бывает Если подходит Кто-то и говорит Извините пожалуйста Не могли бы Мне уступить место Обычно Нет сопротивления Обычно Все прекрасно Друг друга понимают И в принципе Я верю в то Что люди Они слышат Когда к ним Обращаешься Человеческим языком Когда мы начинаем Кричать И требовать Ну тогда Люди очень часто Уходят в протест Потому что Мы тоже можем Кричать и требовать Я хочу вернуться Вот к Второй части Нашего с вами Вот вопроса Да По поводу того Когда На ребенка Там кто-то наезжает А родитель не защищает Да Это как раз вопрос Границ родительских Это как раз вопрос Родительских границ Потому что Часто такому родителю Тоже в детстве Не давали слова И он не умеет Отстаивать свои границы И он не умеет Отстаивать границы Своего ребенка Да Поэтому Останавливать надо Более осознанно Он в ответе За то Что Рядом с нами Произрастает хамство Хамство можно остановить Мы сейчас буквально На секунду прервемся После чего Продолжим программу Встретились Поговорили Ксения Соловьева Руководитель проектов Мам.Кафе.Контакт В нашей студии На одной волне С городом Радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Продолжается программа Встретились Поговорили Я еще раз напоминаю Что сегодня мы беседуем С Ксенией Соловьевой Руководителем проектов Мам.Кафе.Контакт На тему отношений Как выстраивать отношения с детьми Что можно Что нельзя И вот если говорить О физическом насилии Как разорвать эту цепочку То есть вот Получается что Тех кого били в детстве Они сами Вырастая Переносят дальше Эту модель отношений Вот Что должно произойти Чтобы Эта Цепочка Разорвалась Я верю в чудо Несколько лет назад Центр Дардзе На который я уже сегодня Ссылалась Делал Великолепную Фантастическую Социальную рекламу По городу ходили Троллейбусы И на них было Очень интересно Генеалогическое древо Из ремней И был слоган Эту связь Мы должны прервать Дело в том Что Когда мы говорим Про физическое наказание Осмысленное Еще раз повторюсь Да Не единственный Вот этот вот Подзатыльник Или вот когда Знаете Вот иногда бывает Как вчера слушательница говорила Вот эти мамы Которые там Трясут своих детей Вы знаете Я когда вижу Что мама Кричит Или трясет Своего ребенка Мне жалко Обоих в этой паре Потому что Мне в этот момент Хочется подойти Обнять маму И сказать Слушай Ну ты не одна Потому что Крик Когда мы кричим Когда мы сами Нуждаемся в помощи И вот это вот Вот этот вот Родительский ор Это ор беспомощности Ну я все время говорю Давайте тогда уже Будем честными И будем кричать Что Я кричу Потому что Я с тобой не справляюсь Тогда будет понятно Или не справляюсь с собой Например Да Ну представим себе Что мальчик Там не знаю Побежал В воде Родительница Хватает его Одергивает Чтобы Конечно Или вытаскивает Из-под троллейбуса Или там Я не знаю Хватает за ногу Из окна И понятно Что она в ужасе Трясет Да Потому что она В аффекте Она не совладала С собой Это физическое наказание Но это аффектация Если родитель Осмысленно применяет Физическое наказание Да Или например Часто бывает такая история Когда Например Родитель Будучи ребенком Часто был бит Родителем своим И он принимает решение Никогда не бить своих детей Но паттерны-то Остаются у нас И в состоянии Как раз этого аффекта Этого же Когда родитель Теряет над собой контроль У него эти модели Выскакивают И получается все то же самое Это такой порочный Замкнутый круг Его можно прервать Его можно прервать Но это осознанная Глубокая работа над собой Это принятие решений Это эмоциональный контроль Это повышение своей ресурсности Потому что Мы кричим Бьем Орем Унижаем Только не потому Что мы хотим их бить На них кричать И унижать их Потому что мы без сил Мы не ресурсны И поэтому мы всегда говорим о том Что я и мои коллеги Что Сухой источник Он никого напоить не может Правила В самолетах Когда стюардесса Обучает В случае Катастрофы Сначала на себя маску Потом на ребенка Я очень Часто грубые Такие примеры Привожу И говорю Что ребят Если вы сдохнете Ваши дети Никому не нужны Кроме вас Вы должны быть ресурсными И опять же Если в семье Несчастье на родитель Папа или мама Дети не могут быть счастливыми Потому что они видят Что их родитель несчастен Это их источник Вот И поэтому конечно Когда мама кричит на ребенка И ребенок кричит Хочется пожалеть обоих Там нет выигравших сторон Там обе пострадавшие стороны Обе пострадавшие И здесь Естественно Ну понятно Что когда мы находим Я стараюсь вообще Не вмешиваться В ситуации Которые я вижу Я стою Хожу Наблюдаю Было пару раз Когда я вмешалась И вот тоже например Это было тут недалеко совсем Я ехала в трамвае И ехала очень уставшая мама И что-то она говорила Своему мальчику Мальчику лет 7 И он тоже был очень расстроен И она ему что-то говорила 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 И вдруг она на остановке Выскакивает И говорит ему Оставайся Ну то есть Ну понятно Что она Как бы сделала так Как могла Чтобы не ударить Не накричать Не сказать гадости Я в этот момент Его беру за руку И говорю Бежим за мамой Ну потому что Я смотрю Он такой растерянный У него глаза Полные слез И я беру за руку И мы идем за мамой Она бежит Потом начинает притормаживать Понимает Что она сделала Вот Поворачивается И видит Что мы идем за ним Вот И она вдруг Поворачивается к нему И начинает говорить Опять ты Снова Начинает его В чем-то обвинять Я ей глазами Показываю Я говорю Давайте я вас Обоих Пожалею Я так на меня смотрю И говорит Кто вы Да Ну то есть понятно Что в этой ситуации Они пострадали Оба И вот этот конфликт Когда ты вдруг Себе говоришь Ну блин Да Я тоже сейчас Out of adult Я сейчас не взрослый И когда ты ребенку Говоришь Ты знаешь Я сейчас Не справляюсь с собой Давай мы там Помолчим Проветримся Пойдем попьем водички А дальше уже будем Разговаривать И точно так же С подростками А подростки Они еще более ранимые Они Ершистые Они такие вонючие Колючие Потные ежи Которые нуждаются В нашей поддержке Очень и очень Ой 6-7-2-12-93-9 6-7-2-13-93-9 Я надеюсь Что мы не обидели Ни одного подростка В данный момент Который слушает радио Есть ли какая-то Статистика Вот о том Вот Ну О насилии В семьях И вот Насколько оно Идет вниз Вверх Как это все 51% Социально активного Участвующего В социальных Процессах Достаточно успешного Латвийского Населения Считает Что физическое Наказание Применимо Из 10 Родителей Половина Считает Что это Допустимо И Это Ну Работа ведется Очень активная Потому что Физическое Наказание Это прямая Дорога К Созависимости К созависимым Отношениям То есть Человек Привыкает Быть Жертвой В отношениях Ребенок Но Нормальный Человек С нормальной Психикой Он не может Все время Быть в состоянии Жертвы Мы кстати Вот находясь Сейчас В пандемии Да Вот эти Вот почти Уже полтора года Находясь По сути В состоянии Жертвы Да Ведь выход Находится По-разному Кто-то Начинает Стучать На соседей Почему Домбровский Очень хорошо Артур Рассказал Да На своей лекции Психология Жертва Это выход Из треугольника Карпмана Жертва Перестает быть Жертвой Она Становится Спасателем Она Начинает Как бы Спасать Общество Да Или Например У нас Сейчас В разы Возросло Домашнее Насилие Да Люди Будучи Жертвой В глобальном Плане Они Становятся Маленькими Тиранами В своих Домашних Условиях Да Детей Стали Ну как бы Очень много Ситуаций Сейчас Психологи Они захлебнулись Что психотерапевты Что психологи У нас масса Работы Да У коллег И мы не успеваем Даже там Перенаправлять И родителей И детей И подростков И пары Потому что Сейчас Все это обострилось Повылезало Мы не хотим Быть жертвами В глобальном Плане Но мы можем Быть агрессорами Или спасателями Здесь В каких-то Локальных Историях Да И точно так же Дети Они не могут Быть все время Жертвой Они становятся Тогда агрессорами Да Они начинают Мучить домашних Животных Они начинают Агрессировать На бабушек Которые могут Ну как-то Подвинуться В плане границ Они начинают Агрессировать На своих сверстников Поэтому конечно Задача родителя Ну Беречь себя Максимально И каким-то образом Ну Образы есть Не какие-то Да Это и Группа поддержки Родителей Рижская дума Она В сотрудничестве С социальной службой Оплачивает родителям Ну которые обращаются Просят о помощи Да Вот За последние пять лет Которые я веду Вот эти кризисные группы У нас совершенно Поменялся состав Если пять лет назад Это были родители Лишенные родительских прав Зависимостями Это люди Страдающие алкоголизмом Это наркотические зависимости То сейчас Это люди Которые пришли К психологам Или в социальные службы Сказали Ребята я не справляюсь Помогите И они попадают В группу поддержки Которая оплачивает Рижская дума Я напоминаю Телефоны 67212 93 9 67213 93 9 Принимаем ваши звонки Здравствуйте Здравствуйте Недавно узнал Есть Поликлиника Острадыня По психологии По психотерапии Психосоматики Вот Значит Там Цены От 80 До 180 Евро За 45 минут И Очередь На 2 года Вперед То есть Предложили там Только 2 человека Которые Есть В наличии По 80 евро Вот Вопрос такой Откуда Такие цены Вообще Я Насколько понимаю Слушатель Говорит О клинике Психосоматики И Там Работают Специалисты Высочайшего уровня Да Ну Понятно Что ценообразование Оно складывается Из Опыта Из Ну Как бы Это Это Достаточно Такой Сложный Процесс Ценообразование Да Понятно Что есть Специалисты Которые стоят И 15 евро В час И они Не всегда Менее Эффективны Чем те Специалисты Которые стоят 70 120 160 Евро В час И Есть Студенты Психологи Которые набирают Практику И практикуют И они Молодые Ретивые Часто У них Решения Бывают Более Интересные Нежели У коллег У которых Уже Глаз Замылился Да Здесь К счастью У нас Очень широкий Спектр И кстати Вот Тоже Если мы Говорим О Синдроме Выгорания Например Родительского В том числе Да Ведь Часто Мы говорим Про синдром Выгорания Именно Профессиональный А Синдром Родительского Выгорания Это Тоже Та еще История И Мы С коллегой Вот С моей С Наташей Зацепиной Делали Абсолютно Бесплатные Группы Просто Собрались И делали Группы Поддержки Для Выгоревших Мам Назвали Ее Зажигалки Вот Потому что Потому что Мама Это тот самый Как раз Огонек Который Зажигает Всю Семью По сути Вот И Понятно Что есть Люди Которые Берут Какие-то Случаи За Минимальную Сумму Да Но опять же Есть коллеги Которые Я вообще Считаю Что Специалист Который Нормально Знает Себе Цену И Его Ну как бы Работа Соответствует Этому Абсолютно Нормально Лучше Ну как бы Опять же Да По моему мнению Лучше Два раза Сходить К нашему Прекрасному Арилю Резни К Мартову Да И нежели Там Годы Тратить На Психотерапию Там У Маши Пупкиной Да Потому что Это в 5 раз Дешевле Каждый Выбирает По себе Пиво Тоже Да Кто-то Пьет Которое Стоит 49 копеек А кто-то Покупает Крафтовое По 5 евро Бутылка Правда Вот Был вопрос Я кстати Как-то понял Что мы на него Не до конца Ответили Вот Я постараюсь Может быть Его переформулировать Слушатель Вот тогда Когда говорил Про дедовщину Мне кажется Он имел ввиду Тот Момент Что люди Может быть Ощущают Ну вот Несправедливость Общества Им кажется Что Ну вот Их Ну вот Это вот Эффект Костяшек Домино Который был У Биттрупа В карикатуре Когда начальник Накричал На своего Подчиненного Тот пришел домой Накричал На жену Жена На ребенка Ребенок На кошку И вот Эта вот Цепочка Тянется Вот То что Может быть Ну люди Ощущают Несправедливость Общества Им кажется Что они Ну Находятся В несправедливых Не могут себе Позволить Каких-то вещей Которые позволяют Другие А вроде бы Они работают И выкладываются И вот что не так Вот почему И вот это Не может ли приводить К тому Что они срываются На своих Ну на ком Они могут отыграться Угорание Про то что мы говорим My addiction syndrome Да Или burn out Это действительно диагноз И он И психолог Может его поставить Не обязательно психиатр И Тот самый burn out Мы сейчас видим Даже у подростков К сожалению И Кстати Вот буквально Во вторник Один из самых Ранних признаков Синдрома выгорания Это сарказм То есть Как только вы чувствуете Что из вас Начинает литься яд Да Это уже не колокольчик Это такой набат И Может быть лучше Там я не знаю Не купить Образно говоря Себе Испанской колбаски И вина Да Хорошего Пойти К психологу Записаться И поговорить С ним об этом Потому что На ранних стадиях Это достаточно быстро Корректируется А на стадиях Запущенных Иногда приходится Уже применять И препараты Лекарственные Так вот Конечно же Конечно же Тоже случай жизни Буквально Да Я захожу в магазин В конце рабочего дня Значит Стоят корзиночки Я понимаю Что раз стоят корзиночки Значит зайти можно Ну как бы Это показатель Да Делаю шаг вперед И девочка Которая стоит На входе Вдруг начинает На меня кричать Вы не видите У кассы много народа Заходить нельзя Я на нее поднимаю глаза Говорю Вы очень устали И она говорит Невероятно Да Понятно Что я как бы Не стала заходить В этот магазин Для меня Эта обстановка Небезопасная Некомфортная Я выхожу А на улице Мой муж И я такая Пожалей меня Пожалуйста Да Вот он этот Цепочка Да Самые заразительные эмоции Это эмоции Злость Тревога Да То есть те эмоции Которые Ну как бы Их можно выразить Поэтому попросить ближнего Пожалеть Налить водички Там погладить поголовки Почесать спинку Сходить вечером Немножко погулять Почесать кота Не пнуть Да Еще кстати Вот самые Наши с вами Источники эндорфинов И серотонин Это улыбки других И детей И домашние животные Да То есть Почесать кота Погладить собаку Найти фотку Какого-нибудь Улыбающегося ребенка Еще лучше своего Потому что Это все-таки Наши дети Наши внуки И это Еще больший всплеск эндорфинов Рекламщики это все знают Они это все используют У нас продолжаются звонки Тем временем Здравствуйте Пожалуйста Добрый день Добрый Англии сделали вывод Что после пандемии Самые Больше страдают Это дети Что некоторые дети Может быть На всю жизнь Психически Не вызвали Ну вот И хотел сказать А вот когда закрыли Русские школы Детские сады Перевели Сразу И вот Нигде не слышно Как они Что он Если еще родители Не могут Уходят на работу Кто дети Не может заниматься Ни слова То есть Идет Идет Не о том Что там Дети Были Двух Трех А именно Лишать Языка родного Лишить ребенка Языка родного Никто не может Потому что в семье Разговаривают На родном языке Это Раньше Это был Очень четкий Термин Мазанес Материнский язык Сейчас он Называется Родительский язык И К счастью Дети Они достаточно Быстро адаптируются И Есть дети Которые Практически Полиглоты И Все мы знаем Как мы росли В дворах Когда были Другие языки Такие суржики Вот И Если дома С ребенком Говорят На родном языке Он никуда не девается У меня Друзья Прекрасные Вот мы их ждем В понедельник Во Франции Мама носитель Русского языка Папа носитель Французского языка Ребенок Прекрасно говорит На обоих языках Материнский язык Сохранен Вопрос Был Значит Что делать Вот если Не понимает Один раз Расскал Другой раз Скал Вот типа Только ремень Может помочь Понять Однозначно Прав слушатель Что ремень Может помочь Понять Только понять То что Родитель Небезопасен Да И родители Решают вопросы Силой Опять же Уровень Критических Эмоций Да Будет настолько Высок Что Ребенок Не может Понимать Почему Кстати тоже Было очень Интересное исследование Малышей Пяти лет Брали На которых Родители Наказали Их спрашивали За что Тебя наказала Мама Олег Как вы думаете Что отвечали дети Ой Я думаю Что они Не могли Сформулировать Большинство Отвечало За то Что я плакал Да То есть Ребенок Помнит Себя Последнюю Последнее Состояние То есть Он плачет И он делает Вывод Что родители Он оказал За то Что он Плакал Да Не за содеянное Потому что Уже Как бы Уровень эмоций Такой Что он Не помнит Что он Сделал У детей Память Достаточно Короткая Оперативная Да У них Сначала Долгосрочная Память Складывается Короткая Память Короткая Она так и называется Короткая Оперативная Память На короткие События Она коротенькая И надо Ну как бы Объяснять Что произошло И Самая лучшая Методика Естественные Последствия Да Вот о чем Говорил предыдущий Слушатель Если ты положил Вдруг руку На плиту Горячую Понятно Что это Последствия Опасны для жизни Да И родители Находятся рядом Всегда Ну как бы Оно не должно Быть опасно Для жизни Естественные Последствия Но если ты Дергаешь кота За хвост Да То рано или поздно Ты получишь Когтистой лапой По какому-нибудь Месту Да Или там Например если ты Пытаешься Открыть дверь С полной кружкой То рано или поздно Ты на себя Все выльешь Если ты Выдергиваешь цветы То рано или поздно Тебе дают лопату И ты сажаешь Эти цветы Вот он Этот метод Естественных Последствий Мы тогда понимаем Зачем и почему Точно так же Как сейчас Да Если я не Делаю то-то и то-то Я получаю То-то и то-то Или не получаю То-то и то-то И после пяти лет Когда возревают Лобные доли Фронтальная кора Орган цивилизации Орган контроля Орган воли Самый главный Орган человеческого Вообще сознания Почему мы стали Homo sapiens Потому что у нас Эта фронтальная кора Появилась Кстати лобная кость Она вообще самая толстая Кость в организме Она защищает Самое ценное И фронтальная кора Она включается После пяти лет До пяти лет Это практически Биологическая программа Катерина Мурашова Очень хорошо На эту тему говорит Потрясающий Российский психолог Она биолог по образованию Первое ее базовое Образование Эта экспериментальный биолог Так вот до пяти лет Это практически Ну Гробо говоря Это Не то слово Это не дрессировка Конечно Это демонстрация Желаемого поведения И разговора Да То есть когда мама Достает ребенка Из песочницы Который только что Дал петьки лопатой По голове Дает ему по попе И говорит Драться нельзя Что демонстрирует мама Мама демонстрирует Что драться можно Да Поэтому мы Достаем из песочницы Говорим Что там Драться нельзя Когда ты хочешь Попроси Скажи А сейчас давай извинимся Да То есть мы постоянно Это очень трудный период Почему родители Истощаются на раннем Ну как бы раннем детском периоде Потому что там Постоянные разговоры Потому что ты там Постоянно должен быть Реально надежным взрослым У тебя все время Ты строишь фразы Опять же Да Если вот Я говорю Что так делать нельзя Я например говорю своему ребенку Так делать нельзя Так делать нельзя Так делать нельзя А как можно И есть дети Они действительно очень яркие Очень смелые Очень сильные Они экспериментаторы по натуре И они тогда начинают искать А что можно-то И они тогда становятся Условно говоря Совершенно непослушными И правило оно должно быть разрешительным Да Топтать цветы нельзя Да Например там Ходи вот здесь Когда хочется цветы вырывать Ну понятно что человеку 3 года Ему интересно посмотреть Как земля Как что Это тактильный очень возраст Да То тогда Отводим отдельную клумбу ему Для вырывания Ну это Это правда очень История Эффективного Родительства Это история Очень большой осознанности Тебе действительно Не все равно Что ты скажешь Что ты подумаешь Как ты это скажешь Да И опять же Коммуникация С партнером С ребенком Она не из формы Ты такой секой Да А я например Расстраиваюсь Когда я вижу То-то и то-то Да Можно сделать так-то и так-то Ну в общем разговорами Ох У нас буквально остаются Три минутки А я вот хотел Воспользовавшись Значит Личным Личной своей властью Спросить Очень важный вопрос Вот для меня В детстве Всегда был Очень сложный вопрос Я не знал даже Как со своим ребенком Вот Песочница Можно ли Как воспитывать ребенка Давать ему игрушки Или нет Потому что я очень прекрасно помню Травма моего детства Когда у меня вот родители Все время говорили Что ты должен Ну ты же должен делиться игрушками И вот я отдаю Раздаю все свои игрушки Остаюсь без игрушек Все играют моими игрушками И возвращают мне их Поломанными Переломанными И мне ужасно Я вот получил психическую Просто травму Когда Мне было безумно Жаль Я думаю Неужели вот так Должно происходить Знаете Я все время Когда мне говорят Что надо делиться игрушками Я все время говорю А можно я Кошелек ваш возьму Попользоваться На меня сразу начинают смотреть Как Я говорю Ну делиться же надо Да То есть Это опять же Это опять же границы Это опять же границы Я имею право сказать нет Если у меня у сына Была синяя Железная лопата Вот он ее клал на песок И если он купаясь в море Видел что кто-то приближается К этой лопате Он несся как коршун Я ее охраняла Я говорила все что угодно Это нельзя Точно так же Как я например Свое обручальное кольцо Вам не дам поносить Несмотря на то Что я к вам Очень тепло отношусь Есть вещи Которыми мы не делимся И это воспитание границ И ты можешь всегда сказать Извини Это мое Опять же Как родитель Да Как мы приучаем делиться Есть очень дорогие штуки У всех есть вещи Которые мы никогда Никому Ни при каких обстоятельствах Не дадим Ну никогда Да А есть вещи Которые мы можем дать И тогда мы ребенку Берем комплект игрушек Который ему дорог И покупаем второй Который не жалко И им мы учим делиться Потихонечку Постепенно Приучая Жалея Если сломали игрушку Да Рассказывая Что так бывает Да И если ты кому-то Даешь игрушку То ее могут вернуть Сломанную А если ты не даешь Своей игрушки Точно так же может случиться Что тебе никто Не даст игрушку Не должен делиться Ну то есть Это его личное решение Вот Мальчик мне понравился Мы дружим Я дам А вот этот мальчик Ну какой-то вот Даже если мальчик Мальчик мне понравился И дружим Может и не дам Потому что Вот она у меня одна Она мне очень ценна У меня у сына был зеленый грузовичок Да Который вот Вот он его грузовичок Он с ним ел Спал И как бы Ну никуда он вообще Есть вещи очень такие Ну сакральные практически Тотемные Тотемные Напоминаю Что мы беседуем С Ксенией Соловьевой Руководителем проектов Мам-кафе и контакт Сертифицированный ведущий Образовательных групп Поддержки родителей Вот буквально у нас есть Ну одна-две минутки Если я видел Просто пропустили мы звонок Там кто-то долго-долго названивал И мы говорим Вот об этих границах Отношений с детьми Вот насколько Действительно мы Привязаны Вот в какой момент Ребенка можно отпустить Или он остается На всю жизнь ребенком Есть люди Которые на всю жизнь Остались с ребенком И это трагедия Это реальная трагедия Потому что Взрослые мальчики Девочки Слушаются маму и папу Даже в формате Сколько им детей родить Да Сепарация Начинается в три года Да Ну как бы Эмоциональная сепарация У некоторых раньше Это terrible toddler 24 Вот Конечная сепарация Это подростковый возраст Потихонечку Родитель Начинает отдавать Какие-то функции Ребенку Ну мы смотрим Конечно же Нет такого тумблера Дышь пять лет Уже пора Начиная с пяти лет То есть в пять лет Как только лобные дольки Появляются Мы уже часть Какие-то вещи Принятие решения Выбором Можем отдавать Ну что же Нам показывают Что время завершилось Нашей программой Спасибо большое Ксении Соловьёва Да Руководитель проекта В моем кафе В контакте Сегодня была с нами В студии Удачного дня Спасибо, что пришли Спасибо большое Очень приятно Спасибо Спасибо